Нумеролог дал прогноз о президентстве Байдена. Увидим совершенно новые США. США при президентстве Джо Байдена ждут значительные перемены и реформы, а также изменения к геополитике. Такое мнение озвучил нумеролог Владислав Грицай после анализа даты рождения политика и инаугурации нового главы государства. Специалист в эфире телеканала Украина 24 заверил, что Байден очень сильно верит в знаки, символы, эзотерику, и постоянно этим пользуется. Нумеролог считает, что цифра 20 в дате рождения и инаугурации повторяется не случайно, 20 ноября 1942 года, 20 разделить на 2 минус 16, разделить на 7, 20 января 2021 года, 8 дробь 8, 4 дробь 4. Этот товарищ с магией связан, не в прямом смысле, конечно. Видите, больше количества двоек. Это значит, что он очень энергичный человек, который может многое контролировать, заявил Грицай. Также он обратил внимание, что 8 дробь 8, 4 дробь 4, дата инаугурации, говорит о кармичности, что сулит достаточно серьезное преследование предшественников, в какой-то степени по бизнесу, по принципам. Нумеролог утверждает, что две четверки говорят о серьезной трансформации в Штатах, о реформе системы медицины. 8 дробь 8, значит, что будет усиливаться военная сторона. И я предположу, что в ближайшие полгода будет сильно меняться законодательство. Есть большая вероятность, что в геополитике США себя будут по-новому вести и более агрессивно, сказал Грицай. По утверждению нумеролога, Байден сам по себе личность, но есть и дополнительные игроки. 16 дробь 7, говорит о том, что будут серьезные перемены, и не в самую лучшую сторону. Уйдут системы ценности, входят новые философские подходы, моменты в образовании. С мая мы увидим совершенно новые США. 11 говорит о том, что он добился результатов, и для него главная картинка, прогнозирует он. Грицай также высказал предположение, что здоровье Байдена может значительно ухудшиться после вступления в должность президента. Ранее сообщалось, что 20 января Джо Байден принял первые решения на посту 46-го президента США. Также мы писали о том, чем займется Джилл Байден в качестве первой леди США.